Жители Ямала смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы округа. В Салихарде состоялись общественные слушания по проекту стратегии развития здравоохранения в регионе на ближайшие годы. Члены рабочей группы встретились с ведущими врачами окружной клинической больницы, выслушали их предложения, осмотрели обновленные, оборудованные современной аппаратурой операционной и палатой реанимации. Подробнее далее. Ямальская медицина готова расширять спектр услуг, открывать новые отделения и оказывать помощь пациентам на самом высоком уровне. Врачи Салихарской клинической больницы уже сегодня делают операции на сердечно-сосудистой системе, борются с онкологическими заболеваниями и не только. Потенциал для развития есть. В этом убедились и региональные парламентарии. Экскурсия по лечебному учреждению и диалог с медиками дали пищу для размышлений. Мы увидели принципиально новые уровни оказания медицинской помощи. И, конечно, на очень многое. Всем участникам рабочей группы сегодня были открыты глаза на те сложнейшие операции, которые сегодня в Салихарской кружной больнице делаются. На те уровни помощи, которые осуществляются. Есть и видение, как внедрять новые методы лечения. В первую очередь необходимо открывать новые отделения. Это касается ожогового центра и офтальмологии. Как следствие, нужно приобретать оборудование и привлекать специалистов. Все это требует затрат и немалых. И перекосов в развитии быть не должно. Необходимо находить ту середину, чтобы и оборудование было соответствующее, позволяющее выполнять работу без потери качества. И взвешенно подходить и к строительству, и к обустройству, и к комплектации. Поэтому тут идеала достичь, к сожалению, никогда не получится. Денег никогда не хватит. Даже если бы стояли вагоны за спиной с деньгами, все равно бы этих денег не хватило на все, что хочется. Главное, что есть понимание ключевых задач, отмечают парламентарии. Теперь необходимо найти программы, в том числе и федеральные, которые оптимально подойдут для гармоничного развития медицины арктического региона. И тогда у ямальцев появится еще больше возможностей получать высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы округа. Павел Прожогин, служба новостей, «Импульс».